Выставка «Воскресение Христова» впервые представляет в Владивостоке уникальные экспонаты из собрания Государственного Эрмитажа. Подобного не случалось еще никогда. Сейчас оригинальные произведения искусства гостят в Приморской Государственной картинной галерее. Главный герой выставки – уникальная молельная икона, написанная японской художницей Емаситарин в конце 19 века и подаренная царевичу Николаю II. Почти 100 лет до 1987 года она лежала в хранилище Эрмитажа, пока не была случайно найдена его сотрудниками. В октябре 1890 года будущий император Николай II отправился в экзотическое по тем временам путешествие на восток, в ходе которого цесаревич побывал и в Японии. Тогда же на наследника Российского престола было совершено знаменитое покушение японским полицейским, которое, к счастью для обеих держав, окончилось неудачей для преступника. Через некоторое время после покушения цесаревич получил в дар молельную икону, написанную японской художницей Емаситарин в традициях русского православия. Емаситарин – интереснейшая художница, иконописица эпохи Мэдзи. Она не раз уже представлялась, ее творчество представлялось в Японии. И нам важно, что икона, которая выставляется во Владивостоке, в Приморской государственной картинной галерее, она интересна в регионе. Мы ожидаем сюда группы из Японии в своих составе, и искусствоведы, и потомки Емаситарин. Будущая иконописица родилась в 1857 году в небогатой самурайской семье. В 15 лет она пешком отправилась в Токио, чтобы учиться европейской живописи. Впоследствии Емасита проходила стажировку в иконописной мастерской в Петербурге по рекомендации отца Николая Японского. Получив необходимые знания, художница оставила после себя огромное наследие. Помимо молельной иконы, подаренной императору, после своей смерти порядка 200 работ. Часть из них также представлена на выставке. Они прибыли во Владивосток прямиком из Японии. Организаторы обещают, что эксклюзивы из Эрмитажа еще не раз будут радовать жителей приморской столицы. Вот эта выставка только-только начало. Она достаточно любопытная, потому что редко, когда... Ну, во-первых, очень редкая вещь. Во-вторых, это такая при закрытости Японии в то время очень символичная, показывающая проникновение христианского искусства. А это в любом случае искусство. Это и как символ веры, и как памятник искусства культуры. Совсем недавно искусствоведы провели совещание в рамках выставки. В задачах – открытие Центра Государственного Эрмитажа на Дальнем Востоке. К слову, единственного в своем роде. О конкретных датах пока говорить рано. На данный момент оригинальные шедевры планируются демонстрировать с 2018 года по два раза в год. Евгений Черемухин, Игорь Болтов. Новости на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова